29 дворов отремонтировано в этом году в Кирове. Обновление придомовых участков велось на федеральное средство по программе формирования комфортной городской среды. Несмотря на то, что общий вид территории изменился, не везде работы были сделаны хорошо, убеждены члены Общероссийского народного фронта. Что не так, спросим у нашего гостя, представителя ОНФ в Кирове, Дмитрия Сергеева. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий, расскажите о тех нарушениях, которые в этом году были обнаружены. Мы начнем с того, что общий фон все-таки улучшается. То есть количество дворов, которые отремонтированы более качественно, и настроение людей, проживающих в домах, где прошли эти ремонтные работы, оно улучшается. Но вместе с тем, конечно, есть и удручающие моменты, на которые мы обращаем внимание и наших властей, и органов, которые проводят проверку выполненных работ. К сожалению, эти нарушения, они, наверное, из года в год повторяются. Какие это нарушения? Это все-таки доступность для маломобильных групп населения. То есть маломобильная группа населения, это не только инвалиды, но это и пожилые люди, это и мамы с детьми, которые вынуждены либо санки зимой, либо коляски летом перед собой носить. То есть для этих групп населения, к сожалению, все необходимые условия не создаются. Это одно из первых и основных наших замечаний для муниципалитетов при приемке выполненных работ. Хотя в контрактных условиях условия доступности маломобильных групп населения прописаны. Вот мы как раз видим, ваши коллеги вели съемку, вы выезжали в один из дворов. Можете сказать, что здесь было не так? Судя по тому, что Иван Глинчиков на кадрах, то здесь как раз для людей с ограниченными возможностями здоровья. Что-то было не так? Ну, опять же, такие типичные нарушения. Это слишком крутые пандусы, если они сделаны. Второй момент. Это наличие ступенек. Опять же, все-таки мы в некоторых дворах их увидели, хотя их на проходах не должно быть. И это отсутствие в некоторых местах понижения бордюра, то есть удобство для схода с тротуара на проезжую часть. Вот эти, скажем, основные моменты нами регулярно отмечаются. Если в прошлом году были похожие нарушения, почему не была сделана работа над ошибками? Работа над ошибками, наверное, муниципалитетам была сделана. Но не все ошибки им удалось исправить. Вот это как раз из тех ошибок, которые не удалось исправить. А как думаете, в чем сложность? Я думаю, что, наверное, слабое обращение внимания на эти вопросы, хотя в контрактах, я еще повторюсь, это прописано, но обратить на это внимание при приемке работ, наверное, почему-то у контролирующих органов не всегда получается возможным. Плюс может быть недостаточный технический уровень исполнителей работ, когда они пандус делают, но, опять же, делают его не в соответствии с теми нормативами, которые есть. То есть пандус слишком крутой. Зимой, когда будет образоваться налет, люди будут просто на нем падать, даже не маломобильно, а вот мы с вами. Но получается, это низкий уровень компетентности подрядчиков, да? Потому что, в принципе, они сэкономили на этом, просто они сделали неправильно. Да, в том числе и подрядчиков, но и принимающие инстанции тоже. А как много было вообще нарушений найдено в целом? Тенденция к их уменьшению. То есть, что положительным, опять же, можно отметить, в этом году работы начались раньше. То есть, соответственно, и качество укладки асфальтов, и возможность переделать какие-то некачественные выполненные работы у подрядчиков есть. Это, наверное, отметили большинство людей, которые в этой программе участвуют. Поэтому, ну, я считаю, что этот третий год реализации данной программы, да, будет еще четвертый и пятый, как минимум. Я думаю, что вот эта тенденция по уменьшению количества нарушений при вот этой программе, она будет уменьшаться. К пятому году научимся. Ну, дай бог. Спасибо большое, что пришли сегодня ответить на наши вопросы. С вами прощаемся и продолжаем. Продолжение следует...